В этих стенах уже давно должен звенеть детский смех, но вместо этого давящая тишина. Детский сад на улице Акуловой областного центра начали строить в 2013 году, ввели в эксплуатацию в 2016. Но процедуру лицензирования дошкольного учреждения так и не прошло. При получении санитарно-эпидемиологического заключения выявлено несоответствие нормам СанПИН. В воздухе превышено содержание аммиака. С тех пор на полностью достроенном, но не функционирующем объекте регулярно проводились исследования, чтобы выявить причину аммиачного запаха и вредных испарений. Пробы не дали искомого результата. В настоящий момент все работы по замене утеплителя выполнены полностью. Перекрашены все стены первого этажа, заменен линолеум, но тем не менее запах остается. Нами были забраны пробы штукатурки, ограждающие конструкции стен, но тем не менее лабораторные исследования показали, что запах аммиака по-прежнему не обнаружено. По данному факту была специально создана рабочая группа. Во вторник ее совещание прошло прямо в здании несостоявшегося детского сада. На повестке вопрос, что делать дальше. Понимаете, прошло три года. Я вот сейчас рассказал, как происходит разложение аммиака. При гидролизе, производитель саду и так далее. Три года. Это не радиация с распадом атомов сто лет и так далее. Уже должно было все произойти. Почему до сих пор у нас плохие анализы? Почему до сих пор у нас нет чистого воздуха? Вот как с этим разобраться? Где у нас находится... Я подозреваю, что это было в бетоне или в разгоне. Может быть, потому что если есть постоянный источник, этот источник повсеместно, то пока не уйдет, он будет так давать те загрязняющие вещества, которые присутствуют в атмосферном воздухе. Компания, строившая детский сад, прекратила свое существование. Но ее бывший руководитель должен и держит ответ за сложившуюся ситуацию. Объяснить превышение уровня аммиака он не может. На этапе строительства и отделочных работ к стройматериалам нареканий не было. Детский сад был построен согласно проектно-сметной документации. Ну и, конечно же, был у нас авторский надзор. Работали тесно с проектировщиками. Много было вопросов, они решались. Но подозрение, вот как сейчас выявляется, что анализы нечистые, поэтому у него подозрений никаких не было. На все поставленные материалы, они подтверждаются сертификатами, паспортами, сертификатами, если эти материалы подлежат обязательно сертификации. Искать в построенном здании источник опасных испарений все равно, что иголку в стоге сена. Но работа эта будет продолжена. Будут еще раз изучать график строительства, накладные на все стройматериалы и брать пробы абсолютно всего здания. Пока же внимание экспертов привлек утеплитель чердачных помещений. Теоретически он мог стать причиной. Пробу взяли на исследование. Результаты будут готовы через несколько дней. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.